This conference will now be recorded. 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 в определении компетенции и рекомендации по работе с этими ошибками, как их исправить. И у нас будет бонус. Сегодня у нас бонус для участников вебинара. Это вопросы для определения уровня развития компетенции самоорганизации. И вы можете уже эти вопросы скачать из своего личного кабинета. Вот я вывела на экран, вы можете посмотреть. Все в зарегистрированном личном кабинете заходите на страницу группы. Вот эта страница, семинар «10 вопросов для определения компетенции самоорганизации». И под заголовком материала группы видите этот файл «Компетенция самоорганизации». Это вордовский файл, и там приведены, я вам буду показывать его сегодня, там приведены поведенческие индикаторы и вопросы, которые следует задавать для определения этой компетенции. Вместе с тем, если так получилось, что вы не присутствуете на нашем семинаре, а смотрите в записи, это я обращаюсь к тем, кто будет смотреть этот вебинар на YouTube, на нашем канале «Специалист ТВ». Вот вы сможете написать мне письмо, в конце я свои координаты оставлю, и вы можете мне написать письмо, я вам вышлю этот бонус, этот бонус, чтобы не обидно было. Посмотреть посмотрели, бонус не получили. Вот, так что можете уже сейчас скачать, потому что у нас будет не только теоретическая часть, но и в конце практическая часть. Я приведу примеры, как люди отвечают на вопросы, которые мы выстраиваем, а вы попробуете определить, на каком уровне развития компетенции самоорганизации у этих конкретных людей. Для этого вам нужно будет, естественно, перед собой иметь поведенческие индикаторы. Они в этом файле. Можете скачать, и вместе с вами поработаем. Итак, то, что я сегодня буду рассказывать вам, это все, это часть, небольшая часть из практического курса по подбору персонала. Есть у нас такой замечательный курс «Современные методы и приемы собеседования». Он пользуется популярностью у наших слушателей, отзывы очень хорошие, потому что он действительно практический. То есть вот то, что мы сегодня будем делать, мы примерно то же самое делаем и на этом курсе. Только там меньше практики, вернее, меньше теории, больше практики. Очередную, да, подробную программу вы можете посмотреть на нашем сайте. Тоже ссылку я вам сделала, можете посмотреть. Кстати, я размещу в вашем личном кабинете эту презентацию, поэтому можете сейчас не копировать, не сканировать. Все это у вас будет, все эти ссылки будут, весь материал будет, и вы сможете этим воспользоваться. Как только у нас закончатся вебинары, я сразу же вам размещу в личном кабинете. Вот, и еще наш рекламный отдел обещал рассылку сделать, письмо вы тоже получите. Так, ближайшая группа у нас планируется 11 июля, уже через две недели. Занятие будет проходить два раза, по субботам, с 10 часов до 17 часов 10 минут. Все это будет удаленно. Мы уже проводили такие практически курсы группы удаленно, у нас все замечательно получилось. Вот, для удаленной работы все, что там требуется, это возможность, ну, интернет, естественно, подключение, и возможность говорить голосом, потому что нам придется много общаться, и, следовательно, голосом. Ну, как вариант, можно еще и видеокамеру, для того, чтобы общаться и по видеокамере. Вот две сходы у нас будут. Итак, начинаем с первого вопроса вебинара. Что такое самоорганизация? Самоорганизация. Давайте разберемся. Самоорганизация – это умение организовать себя, свое время и свои действия. Это умение организовать ресурсы, которые у нас имеются. Умение организовать себя на достижение своих целей, а для этого надо еще уметь ставить свои цели, правильно? И давайте посмотрим основные показатели. Основные показатели. Планирует свою работу. Это уже поведенческие индикаторы начинаются. То есть человек планирует свою работу. Вопрос, на каком уровне. Один четко планирует, и у него все замечательно получается, а другой не очень четко планирует. Хотя вроде бы что-то пишет, но результат не очень. Второе. Реалистично оценивает время и ресурсы. Например, в тайм-менеджменте считается, что планирование должно занимать примерно 50% всего времени, потому что в оставшиеся 50% у нас будут возникать какие-то непредвиденные дела, какие-то задержки непредвиденные и так далее. Это называется реалистично оценивать время и ресурсы. Если мы запланируем свое время от и до, допустим, у нас 8 часов рабочего времени, и мы все до минутки расписали, то выполнить этот план не получится. И осмысленно принимает задачи от руководителя. Осмысленно принимает задачи. Обратите внимание, осмысленно. Что это означает? Допустим, руководитель дает задание. Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Это называется у нас модным выражением работы в режиме неопределенности. И сейчас действительно многие так работают. Но это не значит, что то, что человек принесет, то есть то, что он выполнит, будет соответствовать ожиданиям руководителя. Поэтому главное слово здесь осмысленно. И когда человек понимает, что он ничего не понимает, он, наверное, должен задать какие-то вопросы руководителю. Куда идти? Что именно? Как это должно выглядеть? Когда это нужно принести и так далее? То есть здесь еще можно использовать методику SMART. SMART методику постановка цели. Если руководитель не умеет ставить цели, значит сам сотрудник должен уметь ставить эту цель или выяснять, правильно ли он понял. То есть задавать какие-то вопросы. Вот мы сейчас видим с вами описание этой компетенции самоорганизации и основные показатели. Но этого еще недостаточно. Потому что, как я сказала, ответить на вопрос, а достаточно ли у него, то есть черно-белого здесь нет, да, либо есть, либо нет компетенции. Такого быть не может, потому что, ну, вроде бы что-то делать, но непонятно. Вот достаточно ли уровень у него или нет. Для этого мы будем, мы сейчас переходим ко второму вопросу вебинара, мы будем выяснять, какие поведенческие индикаторы показывают уровень развития этой компетенции. Второй вопрос. Вот я вывела на экран, здесь много информации, мы сейчас всю эту информацию разберем по частям. Я вывела на экран специально все, потому что здесь четкое понимание, кстати, эта же информация имеется у вас в том файле, который я разместила. Вот, видите, вот сама организация, вот так выглядит, эта информация и плюс вопросы. Но я покажу на слайде. Это вот полное такое представление о модели. Четыре уровня, нулевой уровень некомпетентности, и дальше идут какие-то политические индикаторы, потом первый начальный уровень, второй, третий. Так вот, для того, чтобы определять уровень развития этой компетенции, самоорганизации у конкретного человека, нам необходимо знать, а какой уровень требуется для выполнения его работы. Поэтому сначала мы определяем этот уровень, а потом уже начинаем выяснять. Уровень нулевой, некомпетентности. Он не может организовать свою деятельность даже при четких инструкциях руководства, регулярно опаздывает, забывает выполнить определенные дела, не помнит о сроках. И понятно, что такой работать, наверное, никому не нужен. Если к нам придет такой соискатель, скорее всего, мы ему откажем. Если у нас текущая оценка персонала, и вдруг мы выясняем, что у конкретного работника нулевой уровень некомпетентности, мы смотрим, на каком, что он вообще делает. Ну, скорее всего, там будут очень серьезные, наверное, мысли по поводу того, что надо как-то с ним расставаться. Следующий начальный уровень, это уже повыше, но это самый низший уровень из трех. Принимая задачи от руководства, уточняет сроки, образ, результаты, формы контроля, помните, смарт-методика, уже задает какие-то смыслные вопросы. Эффективно планирует время и ресурсы для хорошо знакомых по опыту задач. Избегает овралов, вызванных собственной неорганизованностью. Второй уровень, все, что мы перечислили в первом, плюс к этому, расставляет задачи по приоритетности, ориентируясь на критерии важности и срочности. Фокусируется на выполнении приоритетных задач, не разбрасывается, пытаясь выполнить много дел сразу. Заранее планирует последовательность шагов по выполнению поставленной задачи. Своевременно выполняет поставленной передней задачи. При необходимости систематизирует, хранит информацию о задачах и сроках и реалистично оценивает время и ресурсы для новых задач. Это второй, и сейчас третий посмотрим. Третий – это все, что мы перечислили в первом уровне, во втором, и вдобавок к этому еще что-то, что именно сейчас посмотрим. Я прошу вас внимательно посмотреть на это, прослушать, и если перед вами уже вы скачали файлы, о которых я говорила, есть вот этот вот перечень поведенческих индикаторов, мы сейчас посмотрим, как это работает на практике, поэтому прошу максимум внимания. Итак, это уже третий уровень в дополнение к уровню второму. При планировании учитывает возможности изменения ситуации, закладывает временные резервы. Понимает, где нужно детальное планирование, а где оно нецелесообразно, и потребуется действие по ситуации. Креатив выявляет декономерности и ритмы жизни своего подразделения, команды проекта, и адаптируется к ним, например, учитывает большую вероятность авралов в конце отчетного периода или при сдаче проекта. Знает и эффективно использует время, когда можно работать спокойно, не отвлекаясь. Итак, мы перечислили с вами все три уровня. Нулевой не берем. Вот все три уровня. И сейчас попробуем на примере посмотреть, как это работает. Итак, пример первый. Я сейчас выведу на экран, прочитаю вам, как грамотно сформулировать вопросы для определения уровня развития организации. Посмотрим, какие вопросы. Потом посмотрим пример конкретный и попробуем определить уровень развития компетенции у этого конкретного работника или кандидата. Итак, вопросы для определения компетенции. Вот для того, чтобы определить, на каком уровне находится самоорганизация, можно задать следующие вопросы. Самое главное, когда я о ошибке буду говорить, я к этому вернусь. Самое главное – правильно сформулировать вопросы. Если мы спросим, «А было у вас такое, что вы что-то не выполнили?» Ну и человек, особенно кандидат, который приходит на собеседование, глядя честно нам в глаза, скажет, «Нет, такого не было». Ну, а действительно, почему я должна признаваться, что у меня там что-то такое было, что я там не выполнила, здесь руки сорвала и так далее. Он искренне верит, что такого не было. Даже если это и было, он вытесняет это из памяти или думает так, «Ну да, было, но в конце концов, я же виноват в этом. Я сделал все, что от меня зависит, поэтому я считаю, что у меня такого не было». И все. И на этом все закончится. Поэтому, что я рекомендую? Психологически подготовить человека к проведению этого собеседования. То есть сначала, как правило, мы устанавливаем доверительное отношение, контакт, и когда мы понимаем, что кандидат или работник, которого мы оцениваем, уже готов с нами разговаривать, честно разговаривать, он уже не боится последствий, мы говорим примерно следующую фразу. У каждого профессионала в жизни случаются неудачи. И вот дальше, без остановки, то есть мы ему эту мысль послали, вот отправили ему эту мысль. У каждого профессионала случаются неудачи. он понимает, что он профессионал, то есть он должен вести себя как профессионал и понимает, что если у каждого профессионала были неудачи, то у него тоже могли быть такие неудачи. Ну или проблемы. В общем, слово неудачи можно заменить каким-то другим словом. Проблемы, невыполнение задачи, не знаю, ну что-то такое. И дальше уже без перерыва мы задаем следующий вопрос. Вот он у меня на экране. Расскажите о том, как вы. То есть мы не спрашиваем, было, не было. Расскажите. Или вспомните. Вспомните о том, как вы. И вот тут вот очень часто бывает такая пауза. Бояться ее не надо, надо просто спокойно выждать эту паузу, потому что вопрос может быть неожиданным для человека. Ему надо просто подумать. Он даже может начать с того, что нет, у меня такого не было. Но если вы понимаете, что он начинает вспоминать, у него просто мысли вслух, дайте ему возможность выговориться. Нет, у меня такого не было. Нет, нет. Чтобы я. Нет, нет, нет. И если вот нет, нет, нет затягивается вот это, можно сказать, что хорошо не в работе, может быть, в жизни такое было. Кому-то что-то пообещали, не выполнили. Может быть, не по своим, не по своей вине, а по внешним обстоятельствам. То есть, понимаете, начинаем ему помогать, чтобы он все-таки вспомнил, что ничего страшного нет, расскажите о том, как вы это сделали, но не по своей вине. Самое главное, чтобы человек начал говорить, чтобы он вспомнил какой-то случай и начал его рассказывать. Какие же вопросы можно задать? Итак, расскажите о том, как вы провели свой рабочий день, только конкретный день. Не просто, ну, обычно я прихожу на работу в 9.00, там, делают то-то, то-то. Нет. Расскажите о том, как вы провели вчерашний день. Расскажите о том, как вы провели вот тот день, который вам запомнился. Там, тот день, когда вам рассказали о том, что вы будете участвовать в проекте. Вот расскажите, да, или какой-то другой день. Какие еще вопросы? Расскажите о том, как вы не смогли вовремя завершить задание проекта. Расскажите о том, как вы заставили себя сделать то, что не хотелось. Расскажите о том, как эффективно выполнили работу под прессингом. Вот на позитивные вопросы, как правило, с удовольствием отвечаю, да, что-то вспоминаю. На негативные, вот не смогли вовремя что-то завершить или не хотелось, но сделали. Сложнее. Там ответы, да, не так часто дают. Пропустили очевидное решение проблемы, сумели предсказать и предотвратить возможные проблемы, должны были приспособиться к сложной обстановке, использовали свои личные качества для достижения цели, преодолели сложные препятствия, устанавливали порядок срочности в работе над комплексным проектом. Вот, пожалуйста, 10 вопросов, через которые мы можем определить компетенцию самоорганизации. Кстати, когда вы будете проводить интервью по компетенциям, выбрав какую-то одну компетенцию, например, самоорганизацию, у вас так или иначе будут подтягиваться и другие. То есть, воспринимая информацию, которую вам передает другой человек, вы наверняка сможете определить и уровень развития каких-то еще других компетенций. Это может быть. Но сейчас мы просто акцентируем внимание на одной. Для примера. Я вижу ваши вопросы в чате, я обязательно отвечу. Но уже позже. Хорошо? Сейчас мы все это проделаем, а потом у нас будет такая сессия вопросов-ответов. Итак, пример первый. Кто скачал, открывайте перед собой поведенческие индикаторы, о которых я говорила, и попробуйте определить. Кто не скачал, попробуйте просто для себя определить, на каком уровне. Итак, нулевой уровень – это уровень некомпетентности. Первый, второй, третий. По возрастающей, чем выше, тем лучше развить компетенция. Итак, пример первый. Внимательно. Расскажите о том, как вы провели свой рабочий день. Конкретно вчера, допустим. Вот в пятницу. В пятницу я вышла из дома вовремя, но пришлось вернуться, потому что начался дождь, а у меня не было зонта. На работу я немного опоздал, и как назло, это увидел начальник. Конечно же, он вспомнил все мои опоздания, просчеты. Например, то, что на меня пожаловался капризный клиент, которому я неделю назад обещал отправить предложение о наших услугах. Но я не успела вчера это сделать, потому что был завал, и надо было закончить другие дела. Я хотела ответить клиенту, но это задание уже поручили другому сотруднику. Настроение было испорчено на весь день, восстановиться помог перекур и общение с коллегами. После обеда начальник собрал совещание и объявил результат выполнения KPI. Как всегда, делают все, чтобы поменьше платить. До конца рабочего дня я подчищал хвосты, опять не успел все закончить, и в понедельник придется опять заниматься этой текучкой. Итак, как вы считаете, на каком уровне, напишите, пожалуйста, в чате, на каком уровне находится развитие компетенции самоорганизации у этого человека. Я вижу ваши ответы, и все написали ноль на нулевом уровне. На нулевом уровне. Согласна с вами полностью. Даже если вы перед собой не имеете вот эти поведенческие декабли, все равно вы понимаете, что вы уж какой-то очень такой невезучий, что ли, да. Все у него не получается. За что бы он ни взялся, все у него не получается. Это действительно нулевой уровень. С этим я согласна. На всякий случай напомню, что нулевой уровень это не может организовать свою деятельность, даже при четких инструкциях руководства, регулярно опаздывает, забывает выполнять определенные дела, не помнит о сроках. Давайте посмотрим второй пример. Второй пример. В пятницу я приехал на работу минут за пять до начала рабочего дня. Начальник сразу же дал срочное задание. Надо было до обеда отправить важному клиенту предложение о наших услугах и ценах. Я подготовил предложение в течение часа и отправил клиенту по e-mail с уведомлением о получении. До обеда осталось время, и я доделал текущие дела. Разобрал письма, сделал несколько запланированных звонков клиентам. После обеда начальник собрал совещание и объявил результаты выполнения KPI. Задачи были поставлены месяц назад и их выполнены на 80%. До конца рабочего дня мне поручили съездить на своем автомобиле клиенту и подписать с ним договор. Расходы обещали компенсировать. Вернулся в конце рабочего дня, подписанный договор и другие документы передал начальнику. Итак, пожалуйста, давайте попробуем определить, какой же уровень компетенции в данном случае, во втором примере. Опять же, у кого есть файл, который вы скачали, посмотрите, пожалуйста, по поведенческим индикаторам. Второй, первый, третий. Третий, первый, третий, третий. Хорошо, поняла. Вне не разошлись. А давайте мы сейчас сохраним интригу и посмотрим еще один пример. Хорошо? А потом в сравнении будет проще, потому что, если перед вами, опять же, нет поведенческих индикаторов, очень сложно вот так на слух это воспринять. А потом мы вернемся к этому и вспомним поведенческий индикатор, и я прям по поведенческим индикаторам вам покажу какой-то уровень. Хорошо? Это был второй пример. Теперь третий пример. В пятницу на 10.00 была запланирована встреча с важным клиентом, которому подготовили предложение о наших услугах и ценах. Переговоры проводили вдвоем с коллегой. С 12.00 до 13.00 подписанный договор и все документы были оформлены и переданы на исполнение в производственный отдел. После обеда в 15.00 начальник собрал совещание и объявил результат выполнения GPI. Я знал о них заранее, поскольку у нас есть формула, по которой можно рассчитать итог работы. До 17.00 я внес в базу информацию о клиентах и их запросах. С 17.00 до 17.20 я занимался планированием дел на следующую неделю. Выделил важные срочные дела, составил перечень дел для передачи секретарем нашего отдела. Перед уходом домой пообщался с коллегами за чашкой чая. Вот такой у нас пример номер три. Как вы думаете, этот работник или кандидат проявил на каком уровне? Эмиль пишет второй уровень. Коллеги, что вы думаете? Согласны, не согласны? Третий. Третий. Елена, спасибо. У кого еще есть мысли? Валентина второй считает. Мы здесь тоже видим у нас Екатерина третий. Второй, третий где-то так, да? Хорошо. Да, Наталья, спасибо. Вижу ваши ответы. Между вторым и третьим мы остановились. Хорошо. Давайте тогда мы посмотрим еще один пример, а потом уже вернемся к этим трем примерам. Потому что первым мы четко поняли, что там нулевой, вот к этим трем примерам. И попробуем определить. Итак, по поведенческому дикантуру. Пример номер четыре. Расскажите о том, как вы провели свой рабочий день. В пятницу на 10.00 я запланировал встречу с важным клиентом. Переговоры прошли успешно. Подписаны договоры, все документы я попросил коллегу оформить и передать на исполнение в производственное дело. С 12.00 до 13.00 я созвонился с руководителем проекта, в котором принимаю участие. Я подготовила ему несколько предложений, для оптимизации нашей работы. С 15.00 до 16.00 начальник провел совещание и объявил результаты выполнения KPI. Я знала о них заранее, поскольку сам устанавливаю себе показатели, согласовываю их с начальником и постоянно слежу за их выполнением. После совещания с 16.00 до 17.00 я подготовила опросы для аттестации работников, чтобы не оставлять это на конец месяца. С 17.00 до 17.20 я подвел итоги недели, распланировал дела на следующий месяц, неделю, частично оставив время для маневров в случае непредвиденных обстоятельств. С 17.20 до 17.50 я провел беседу с новым сотрудником, которому я помогаю адаптироваться в нашей компании. Поинтересовался трудностями, ответил на вопросы, помог составить план на меньшую работу. И я уже вижу ответы. Я вижу третий, третий уровень. Так, хорошо, спасибо. Третий, третий, третий уровень. Здесь я вижу, что единогласно. Единогласно третий уровень. Согласна с вами, идеальный сотрудник. По самоорганизации идеальный, да. По самоорганизации. Но, может быть, у него западают какие-то другие метапрограммы. Это программа, извините, компетенции, да. У нас сегодня не эта программа, у нас сегодня компетенции. Может быть, западает. Но с точки зрения самоорганизации, да, прям супер. Итак, давайте еще раз вернемся. Я еще раз вам покажу второй, третий, четвертый пример. И мы еще раз... Значит, мы поняли, что первый пример у нас был нулевой уровень. Четвертый у нас был третий уровень. И у нас остались еще, вот смотрите, второй, третий, да. Со вторым и с третьим у нас как-то не очень. Давайте со вторым разберемся. Я вам прочитаю поведенческий индикатор первого уровня. Принимая задачи от руководителя, уточняет сроки, образ результата, формы контроля, эффективно планирует время и ресурсы для хорошо знакомых по опыту задач. Избегает авралов, вызванных собственной неорганизованностью. Вот, на мой взгляд, этот сотрудник, который продемонстрировал, сказал это, продемонстрировал именно первый уровень, начальный. Да, он молодец, он хороший, но ему нужно все-таки давать задание. Вот еще раз вспомните, что здесь написано. Что ему сказали, он сделал. Молодец. Такой исполнитель. Хороший исполнитель на первом уровне. Что касается третьего примера. Вот этот пример, да? Вот так, третьего примера. То здесь я сейчас вам прочитаю. То, что касается первого уровня, да, и плюс к этому еще в добавлении, да, Екатерина, сейчас тоже прокомментирую, в дополнение расставляет задачи по приоритетности, ориентируясь на критерий важности срочности, у него тут прям так написано, да, фокусируется на выполнении приоритетной задачи, не разбрасывается, пытаясь выполнить много дел сразу, заранее планирует последовательность шагов по выполнению поставленной задачи, своевременно выполняет поставленную перед ним задачи, при необходимости систематизирует, хранит информацию о задачах сроков, реалистично оценивает время и ресурсы для новой задачи. Вот, пожалуйста, второй уровень вполне, да? Ну, и как мы уже сказали, это у нас третий уровень. Так, Екатерина пишет, разные уровни сотрудников, третий, четвертый, четвертый не полностью исполнитель, разная должность, на мой взгляд, сам руководитель, если перепоручает исполнение. Вот, спасибо, Екатерина, вы прям вот супер, вот то, что хотела я рассказать, вы сняли у меня прям с языка. Смотрите, вот все эти четыре примера, это все исполнители, это все специалисты, в том смысле, что у них нет подчиненных, это не руководители, в том-то и дело, но они проявляют себя по-разному, поэтому и отношение к ним разное. Если мы говорим вот о нем, здесь нигде не написано о том, что он начальник, наоборот, он пишет, что вот с 15 до 16 начальник провел священник, то есть у него есть начальник. Что касается, он попросил коллегу, смотрите, я не поручил, я попросил коллегу, они вместе провели встречу с важным клиентом, и он попросил коллегу выполнить вот эту работу, видимо, предыдущего коллегу, у которого сама организация чуть ниже. Почему он попросил? Потому что он не имеет права приказывать, он не руководитель, он коллега, но ему надо было делать более важные какие-то дела, по его мнению, и коллега согласился. Это говорит о том, что этот коллега, который согласился, он ценит вот этого сотрудника, и априори уже понимает, что он по статусу как-то выше, несмотря на то, что должность у них одинаковая. И он с уважением, видимо, относится, согласился и оформил, и передал. То есть у них, видимо, какое-то разделение есть таких вот задач. Кроме того, смотрите, он, да, он выступает как наставник сотруднику, новому сотруднику. Да, может быть, в четвертом, может быть, главный специалист отдела, может быть, но в любом случае, главный специалист или ведущий специалист, он все равно, да, не руководитель, у него нет подчиненных. Возможно, он и главный. Опять же, за счет чего? За счет того, что он ведет себя соответствующим образом. Он помогает, но он сотрудникам, как наставник выступает. Он проактивный, да, знаете, такое слово красивое, проактивный. Например, он не просто участвует в проекте, но еще и какие-то предложения для оптимизации делает, хотя, может быть, это не входит в его задачи. То есть он, практик, он пытается сделать больше, чем ему поручают, да. Вот, и так мы определили, там у нас по порядку, начиная с нулевого и до третьего уровня. И еще хочу привести вам пятый пример, когда человек, вот сейчас я привела несколько примеров, вот эти четыре, он просто сам раскрывается. Либо мы с ним вместе работаем, поэтому он нам все это рассказал, либо доверяет нам до такой степени, что он готов все это рассказать. Но на собеседовании может быть еще такая ситуация. Мы задаем вопрос, расскажите о том, как вы провели свой рабочий день. И получаем вот такой ответ, например. Ну, например, вчера я пришел на 10 минут раньше, успел выпить чаю и посмотреть новости, когда позвонил руководитель и сказал, что надо срочно сделать предложение для нашего клиента. Я спросил, как срочно, потому что у меня недостаточно информации, надо ее собирать. Выяснилось, что надо до пятницы, то есть впереди еще три дня. Это не полная информация. Нам непонятно, а сделал он это или нет, или он тянул до пятницы, или что там дальше произошло. То есть, когда мы получаем недостаточную информацию для определения компетенций, мы задаем конкретизирующие вопросы, например, такие. Какие еще задания у вас были в тот момент? Ответ. Да, как всегда, текущие дела, ничего нового. Дальше. Что было после звонка руководителя? Ну, начал собирать информацию, потому что ее надо было еще обработать. Сколько времени занял сбор информации? До обеда. А дальше чем вы занимались? Дальше стал выполнять текущие дела, а предложение хочу закончить сегодня. Как часто в вашей работе бывают авралы? Редко. У нас же работа по плану, весь проект расписан, поэтому стараемся укладываться в сроки. Обратите внимание, что вот эти вопросы, которые я выделила, они все, практически все, из поведенческих индикаторов. То есть мы открываем вот эти поведенческие индикаторы и начинаем задавать вопрос, от той информации, которую мы еще не поняли, не получили. И начинаем снизу, естественно. То есть если нам непонятно, если здесь нам кажется, что это нулевой уровень, давайте попробуем раскрутить все-таки его. И начинаем уточняющие вопросы задавать из первого уровня. Ну, и получаем все равно, я так понимаю, нулевой уровень. Но, по крайней мере, нет, хотя все-таки начальный уровень. Почему? Давайте посмотрим. По поведенческим индикаторам. Принимая задачи от руководителя, уточняет сроки, образ, формы, контроль. Да, это было. Он действительно сказал, что интересовался, когда нужно сделать. Да, Эмин, спасибо. Эффективно планирует время и ресурсы для хорошо знакомых по опыту задач. Избегает обралов, вызванных собственной неорганизованностью. Ну, обралов, поэтому легко избежать, да? Вот. И у нас остался с вами еще один вопрос. Как раз мы успеваем уложиться вовремя. Самые распространенные ошибки в определении компетенции и рекомендаций по работе с ними. Первое. Отсутствует понимание, какой уровень компетенции требуется для конкретного случая. Это то, с чего я начала. Сначала мы разрабатываем профиль специальности для того, чтобы сверить то, что мы получим с этим профилем. Если этого нет, то вот мы сидим, как Аленушка на камушке, и думаем, так, ну хорошо, у него первый уровень, допустим, мы установили. А этого достаточно для выполнения тех задач, которые он будет выполнять? Или недостаточно, да? Непонятно. Неверно выбирается методика определения. Дело в том, что определить уровень развития компетенции можно по разным методикам. Можно провести поведенческое интервью, то, что мы с вами сейчас делали. Можно кейс интервью провести, можно проективные вопросы задавать. Но если мы неправильно выберем эти методики, допустим, начнем проективные вопросы задавать и не подтвердим поведенческим интервью, тогда информация может быть недостоверна. Отсутствует описание поведенческих индикаторов. Ну, допустим, мы знаем, как задавать вопрос. Расскажите о том, как вы провели вчерашний день, например. А как определить, да или нет, мы не можем. И вот тогда, опять же, все это зависает в воздухе, и все это только по наитию. Мне кажется, это первый уровень. Нет, наверное, второй. А кто-то говорит, нет, ну что-то это третий уровень развития. Все. Стоп, да? Неграмотно формулируются вопросы. Если мы неграмотно сформулируем вопросы, я вам примеры приводила, то в этом случае мы не получим ту информацию, которая необходима. Когда мы проводим интервью по компетенциям, мы всегда говорим, расскажите о том, как вы, или вспомните случай, когда и так далее. Вопросы должны быть направлены на прошлое, если мы говорим о поведенческом интервью. А ошибка является, когда вопросы направлены на будущее. И вот если вопрос направлен на будущее, например, а вот что вы будете делать, если это уже не поведенческое интервью, не интервью по компетенциям, это уже кейс. Это уже кейс интервью. Кейс интервью тоже можно проводить, но это немного другое. Потому что он может придумать что-то, допустим, фантазия-то хорошо развита, креативность на высшем уровне, но будет ли он так делать или нет, мы не знаем. А если мы будем знать, как он уже себя вел в прошлом, нам будет проще предсказать его будущее. Задаются закрытые вопросы. Закрытые вопросы – это те, на которые отвечают «да» или «нет». И наводящие вопросы. Ну вы же потом пошли к руководителю, вы же успели выполнить вот наводящие такие вопросы. Это ошибка, конечно, ни в коем случае. Надо задавать только открытые вопросы. И, конечно, неверно интерпретируются ответы, делаются неверные выводы. Для того, чтобы верно делать выводы, необходимо, еще раз повторяю, первое – это иметь систему компетенций, прописанных в поведенческих индикаторах, и понимание того, на каком уровне она должна быть развита, то есть профи-должности или профи-специальности. Вот такие распространенные ошибки. Ну что ж, я еще раз приглашаю вас на практический курс по подбору персонала. Ссылка имеется. Первая суббота – это 11-го числа, будет две субботы подряд будем проводить, с утра до вечера, до 17 часов. По окончании вы получите либо удостоверение о повышении квалификации, либо диплом о профессиональной переподготовке. Если интересно, в чем разница, обращайтесь и расскажем. Вы можете нашим менеджерам обратиться, они вам расскажут. На нашем сайте есть путеводитель по курсам, вот «Человечки в шляпках» – это дипломные программы, все остальные – это треки, так называемые. Вы можете просто прийти на один курс, практический курс по подбору персонала, но лучше всего, конечно, начать с теории, а потом уже перейти к практике. Вот тоже пример треков. Итак, сегодня мы рассмотрели такие вопросы, как что такое самоорганизация, какие поведенческие индикаторы показывают уровень развития этой компетенции, как грамотно сформулировать вопросы для определения уровня развития компетенции, и самые распространенные ошибки в определении компетенции и рекомендации по работе с ними. Бонус вы уже получили в личном кабинете, я сейчас размещу еще и презентацию можете скачать, и теперь ваши вопросы. Я видела вопросы, вопрос был, сейчас я пройдусь еще раз. Ага, если он так и не заговорит. Так вот, если мы задаем вопрос, расскажите, пожалуйста, о том, что человек сначала думает, а потом так и не наговорил, не заговорил, это значит, что мы совершили ошибку в самом начале, либо мы не расположили его к себе, либо мы не расположили его к себе, либо не установили доверительное отношение, потому что если человек закрывается, еще раз повторяю, значит, он просто нам не доверяет. Следовательно, первое, что нужно сделать, это вот этот первый этап провести, как он проводится, тоже приходите, расскажем все, провести таким образом, чтобы мы были на одной волне, чтобы человек не боялся нам рассказывать об этом. Ну, а как помочь ему вспомнить, это несложно. Опять же, вопросы, такие вопросы, как, ну, давайте вместе подумаем, ну, может быть, что-то было там вот тогда-то, тогда-то, не в работе, может быть, с друзьями и так далее, так, ну, там уже к этому подводим. Заговорит, у хорошего рекрутера, или у хорошего руководителя, любой человек заговорит. Спасибо. Если есть еще вопросы, задавайте. Я хочу напомнить, что ваши вопросы вы можете отправлять по адресу осветлышевособакоспециалист.ру и я благодарю.